Здравствуйте, дорогие друзья! В этой недельной главе много внимания уделено теме осла. Вы знаете, ну, ослица там разговаривала, это было очень интересно, но дело немножко в другом. Осел был еще один. Тот, кто не уступает, тот, кто вот пытается как Белам или Балак там, все время идти вот этой вот дорогой, когда Бог его направляет, говорит, не иди, не иди. Я думаю, что очень похож на это животное. Давайте сегодня раскроем секрет. Как вообще справляться с миром? У нас есть вот два важных понятия. Одно в соответствии с законом жить, второе это сверх положенного по закону. Когда люди обращаются к суду Торы, вот что-то у них не так, судья выносит решение всегда по закону. Однако другой человек всегда может быть уступить и как-то поступить именно выше, чем по закону. Есть такой трактат Бава Вицыя, и там описывается, что раба Бархана, один из Амараин, нанял грузчиков, чтобы перенести с бочки с вином. Они их уронили по халатности. Он взял в залог их одежду, возместить убыток. Однако его учитель сказал, надо вернуть работникам одежды. Тот говорит, это не совсем по закону. Он говорит, верни. А потом говорит, выплати им за сегодняшний день, так как они остались без пропитания. А почему он говорит? А потому что идти путями добрых и пути праведников соблюдая, сказано. Веленский Гаон объясняет, что большинство людей прощают ущерб, нанесенный непреднамеренно. Даже если это сделано по халатности, бывает прощают. Однако выплатить зарплату за работу, единственным результатом, который является ущерб, это удел только больших праведников. А так как рабе Бархана был праведником, он должен был так поступить. Он помнить должен оттой вообще человек, источником всего творения, все, что есть, является благодеяние Творца. Однако он знал, что вот это благодеяние мы должны заслужить, чтобы нам было самим, ну как бы, хорошо. Поэтому он создавал мир по мере суда. При этом суд не был самоцелью ни в коем случае. Целью его желания делать добро. Это вот для нас должна быть причина, не требовать с ближнего то, что нам полагается по букве закона и жить. А вот как бы немножко по замыслу Творца жить. А замысел его, хэс, доброта. И вот нас проверяют. Если мы так относимся к миру, и к нам мир будет так относиться. Белянский Гаон писал, что человек должен по отношению к другим проявлять постоянно качество милосердия, а к самому себе требовать по букве закона. Когда люди подходят к другим по букве закона, а самим себе уступают, то Всевышний что делает? Взыскивает с них, и в том числе с мира. Мира за меру. Так полагается по его суду. И тогда, не дай бог, вы знаете, что происходит. Знаете, к одному раввину, жившему в Польшу, пришли отец и сын. Они бедняки, у них было одно пальто на двоих. И каждый из них доказывал свое приоритетное право носить это пальто. Раввин говорит, смотрите, обратитесь в городской суд Торы, но при этом каждый выдвинете одно требование, чтобы пальто носил другой. Когда они это сделали, суди решили, что таким хорошим людям суд может собрать деньги еще на одно пальто. Понимаете? Когда человек приходит с требованием, что ему полагается, ему никто не купит пальто. Если он приходит с желанием уступить ближнему, даже, так сказать, если считаешь, что суд должен быть присудить в его пользу, вот это вот является потрясающим как бы шагом к небу. Небо в этот день для человека раскрывается. Эта история вообще объясняет принцип управления миром. Когда мы требуем то, что полагается нам по суду, Всевышний спрашивает нас по мере суда, а мы его суд ни один человек выдержать не можем. Когда мы ведем себя уступая и прощая, даже когда мы считаем правы, все раскрывается в милосердии Всевышнего. Большой праведник Арий Левин сформулировал потрясающую правило. Мы никогда ничего не потеряем, от уступчивости и прощения. Точка. Никогда и ничего. Так устроен этот мир. Написано, что Бога мы знаем только по качествам. Так вот, какое качество к нам повернется Всевышний, зависит от нас. Если мы ведем себя по отношению к другим, в соответствии как бы с мерой суда, он также откроется нам в качестве сурового суди, не дай Бог. Если мы уступаем, прощаем, тогда с нами ведут подобающим образом, им небо оказывает нам свое милосердие. Вот рассказал сегодня самый важный секрет. Вот не надо быть ослом все время упирающимся, я здесь прав, я это да, нет других мнений. Может быть ты и прав. Ну и что из этого? Нам же нужно взаимопонимание и мира, а не правота чья-то. Это позиция осла, когда я прав и все. Поэтому вот очень хочется, чтобы сегодня никто не был ослом. И надо запомнить одну вещь. Так как все от шабата зависит, написано, так как шабат, суббота, является источником благословения, то то, от того, как прошел этот день, зависит благословение следующей недели. Постарайтесь выписать себе на следующую неделю хорошее благословение. Браха, вацлаха, шаббат, шалом, хорошего шаббата.